День боевых действий на Украине Зеленский попросил еще оружие, Пентагон расширил обещания 200 БТРов М-113, 11 вертолетов Ми-17, 18 гаубиц Зам Лаврова Рябко пообещал жестко пресекать вмешательства Запада, а другой зам Грушко пообещал Финляндии и Швеции нежелательные последствия в случае присоединения к НАТО Медведев подтвердил в телеграмме, Балтика перестанет быть безъядерной Россия внесла в черный список почти 400 американских конгрессменов Сами они внезапно навестили Тайвань, там как раз прошли учения ПВО и начали раздавать брошюры по гражданской обороне Глава Минфина США Елен посоветовала Китаю уважать целостность Украины Жена Медведчука обратилась к Зеленскому, Песков сказал неизвестно, хочет ли Медведчук участие Москвы Турецкий МИД утверждает, мирные переговоры продолжаются, есть вероятность прекращения огня Трамп вслед за Байденом назвал события на Украине геноцидом, Макрон против этого термина Али Пен выступила против отправки оружия Украине и пообещала стратегически сблизить Россию с НАТО в случае победы на выборах Правда для этого самой Франции придется выйти из руководящих органов Альянса Зато в перспективе исчезнут поводы для сближения Москвы и Пекина В новом докладе ООН говорится, кризис на Украине это идеальный шторм, угрожающий развивающимся странам голодом и банкротствами Пострадать может миллиард семьсот миллионов человек, двести миллионов из них и так голодают МВФ понизит прогноз по росту в 143 странах Банки недружественных государств задерживают нефтегазовые платежи в рублях, сообщил Путин Голландия ввела прямой запрет на это Пять немецких экономических центров предсказывают сокращение поставок газа погрузить страну в тяжелую рецессию Китай задумался о сохранности золотовалютных резервов, это триллион долларов Колумбия поможет Европе своим углем, заявил президент Дуки Крупнейшие сырьевые трейдеры готовятся сократить закупки российского топлива с 15 мая А вот австрийский канцлер утверждает, что договорился с Путиным об оплате газа за евро Австралия ввела санкции против 13 российских компаний Белый дом готов ослабить санкции, но только после договоренностей между Москвой и Киевом А пока готовятся новые Олигарх Евтушенков передал 10% своей АФК-системы сыну Феликсу Полиция Фиджи задержала супер-яхту Керимова А немецкая полиция самую большую в мире яхту, предположительно, Усманова Из-за санкций золотодобывающая компания Петропавловск пытается избавиться от активов Financial Times пишет о везении богатейшего олигарха Потанина Который попал только в канадские и австралийские списки И единственный может теперь заключать сделки с Западом Продукция норникеля важна для рынка автомобилей и аккумуляторов Впрочем, Мордашова, Михельсона, Абрамовича и Авена в американских списках тоже нет Матвиенко удивилась тому, что Россия импортирует гвозди Гендиректор Северстали готов импортозаместить, но с помощью государства В Минпромторге не согласна, страна гвоздями обеспечена Forbes пишет о контейнерном дефиците в связи с уходом иностранцев Нехватка составит от 200 тысяч штук, страна выпускает лишь 10 тысяч Центробанк готовит кредитные каникулы для военных Голикова успокаивает отсутствие некоторых лекарств на рынке временное Дефицита не будет Президент Академии наук Сергеев рассказал Китай приостановил научное сотрудничество с Россией Молдавия ввела штрафы за Георгиевскую ленту в России Бессмертный полк решено проводить в очном режиме, возможно, с портретами погибших в ходе спецоперации Роскомнадзор составил на Гугл две административки за неудаление фейков Пока речь только о штрафах 4,8 миллионов Тем временем Маск собирается купить Твиттер за 43 миллиарда долларов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова